Всем привет дорогие друзья, всем привет любители АФКшки, с вами Йорн, в общем в этом видео мы будем воочию смотреть на патчноат 1.66, на самые основные моменты, и также я расскажу об инсайдерской информации, о предстоящих событиях, и с нее мы как раз таки с вами и начнем. Ну что могу рассказать, появилась инфа от АФК инсайдов, это группа вконтакте, они накопали, ребята молодцы, что вот такие вот медали будут в героях эспирии, герои эспирии вроде как исходя из письма по патчу 1.66 запустят 28.06, но что надо сделать чтобы получить эти медали пока не ясно, а также не ясно какая будет там у нас награда дополнительная, когда вы будете прыгать по дивизионам, и насколько она увеличится или уменьшится, тоже инфы нет, так что ожидаем. Ну медали в принципе красивые, я думаю что они заслуживают вашего внимания друзья, и это как-то греет нашу уже душу хоть чуть-чуть. Теперь мы с вами переходим в таверну знати, и что мы тут видим, появился новый комментарий у этой девушки, она нас всегда пугает или радует, ну в общем этот комментарий мы сейчас с вами найдем. Почему на английском, потому что перевод новенького героя корявый, я всегда смотрю на английском. В общем что она тут глаголит, это отсылка к новому какому-то магу, типа тихо, народ говорит о последних событиях в каких-то других землях, на свободе сумасшедший маг, даже типа ее помощник в ужасе от этого мага. И я думаю что это отсылка к новенькому герою из фракции подземных друзья, потому что если посмотреть, то во все фракции уже добавили по одному какому-то, может быть даже по два новых героя, а вот у подземных давно никого не добавляли. Потому что небесных у нас 9 героев, а подземных сейчас на данный момент 8 друзья. И я думаю что этот маг будет как раз таки из подземных, вот будем ожидать, что это будет за маг. Или пишите в комментариях какие у вас догадки и что это будет за новый маг и из какой фракции. Буду ожидать. Ну и давайте покажем сразу этого новенького пендельфа, нашего Мердлина. В общем чисто как он выглядит в игре, нарисовали очень красиво. Вот этот филин, ну вы просто посмотрите какая четкая прорисовка. Каждый герой все лучше и лучше. Я думаю вы со мной согласитесь. Видимо или нанимает каких-то специалистов, кто это все отрисовывает. Или ребята реально стараются, которые работают у Лилит Геймс. Ну классный прям Мердлин мне нравится и анимация достойная. Я думаю что это будет маг, но это саппорт и также он качается по ветке саппортов в древнем дереве. Может быть это даже и лучше, потому что саппортов мы всегда бустим намного больше, чем любой другой класс. Хотя кто-то допустим, я не знаю, там вкладывает в ловкачей или в силовиков. Вот тоже я не знаю как у вас идет прокачка, у всех по-разному. Ну в общем герой прикольный. Давайте зайдем на арену испытаний. Навыки и все остальное мы с вами разберем уже в отдельном видосе. Просто покажу вам геймплей. Да, то есть как он вот это все делает. Ну мне нравится, там какая-то связочка, потому что навыки я еще не изучал. Ульта, прям все светится. Ну вы посмотрите как это красиво, друзья. Это очень красиво. В общем вот такой вот у нас новый герой из пространственных Мердлин. Пока никакого предложения не запущены. Это будет все сделано уже завтра, 18.06. Поэтому видосы будут выходить стабильно на моем канале. И ожидайте дополнительных видосов вообще у патча 1.66. Что мы с вами рассмотрим дальше? Ну а дальше мы с вами переходим вот в этот вот Барт Тейлос. Да, в общем здесь теперь вы можете посмотреть ваши достижения. Майн, да? Олл это все достижения. И Ньюс это какие-то новости. В общем больше функций, больше всего, что вы здесь можете увидеть. Не знаю зачем они это сделали, но видимо так надо. Также они добавили у нас 30 какую-то там, по-моему, какую-то уже 43 главу, да? Или 40... Ну да, вроде 43 писали, но что-то я ее не вижу. И... А, вот, смотрите, друзья, смотрите на карте. 43 пошла сюда. И тут куча облаков. Капец. Ну я так предполагаю, что будет еще добавляться следующие главы. Потому что было послабление. То есть уровня у противников с 33 главы по 38. И таким образом, друзья, скоро мы уже дойдем, дойдем до 38 главы. Донатеры пойдут на 43. И они будут так вот послаблять, добавлять. И это будет постоянно. Это будет постоянно. Так, что дальше? Покажу вам башню подземных. Еще многие пишут, что будет ли, допустим, башня пространственных. Я думаю, что будет. Потому что, смотрите, вот если по логике вещей, да, как-то... Ну не знаю, сильно закрытые тучки снизу. Может быть там будет какая-нибудь дыра пространственных. Или отверстие пространственное. Ну не знаю, короче, что тогда будет. А может быть это все-таки просто облака рядом с фракцией подземных. Вот с этой башней. В общем, я запускаю также челлендж. Я буду проходить одним героем. Скорее всего, на тестовом серваке я начну за Эйзи же с вами, друзья, проходить. Да. Вместе будем получать вот эти все астрокарты и ресурсы. Но дойдем, докуда дойдем. Если где-то я упрусь, то дальше я продолжу уже на своей основе. Потому что Эйзиш у меня там прокачан плюс 39 из 9. Т2 шмот. Здесь Эйзиш прокачан гораздо хуже. И Лукреция у меня уже там прокачана плюс 20. Фулл сет. Миф Т1, Миф Т2. И также она прокачана до Миф Плюс. То есть еще осталось 3 копий, и она получит биорамку. Так что пишите, будет ли вам интересно посмотреть тоже, вот как я прохожу эту башню. Хотя небесных вы смотрите, и вроде вам это нравится, друзья. Но мне самому даже интересно проходить, если честно. Так, это рассмотрели, это рассмотрели. Что еще вам должен показать? Никаких пока новых ивентов у нас не было. Кроме вот Битва Крови. Тут я держусь в топ 10. Каждый день отыгрываю вот эти 3 боя. То есть мы как предполагали, так и будет. Ежедневное обновление только 3 вот этих боев. 150. Как их там. Ну, короче, вот эта вот фигня. Которую мы должны получать. Ну, я не знаю. Это мало, это мало. Хотелось бы всю шкалу заполнить. Тогда бы я точно купил вот этот вот пак за 1190. Но так я точно покупать его не буду. Но в топ 10 я держусь. Даже на 6 месте. Видите, можно еще подраться и, в принципе, пойти на первое место. Но это тоже рандом. Потому что, знаете, как бывает вам колода хорошая попадается. Вы можете что-то противопоставить противнику. А бывает такая, что вы ничего сделать не можете. И поэтому, если посмотреть даже вот, допустим, ну, повторочки, да. Видите, как идет у меня. Где-то одну проиграл. Где-то, вот, допустим, 4 подряд выиграл. Потом одну проиграл, опять выиграл. Ну, в принципе, винрейт у меня какой? 60 процентов. 86 побед. 55 проигрышей. Ну, 55 проигрышей это было в самом начале. Ну, в общем, вот как-то так. На основе тоже у нас сегодня запустили битву крови. Я прохожу. Я уже набил там вроде рейтинг 1600. И пойду вверх. Тоже попытаюсь побороться за топ-10, за наш клан. Ну, это чисто мое какое-то вот такое принципиальное, да. Внутреннее состояние. Хочу побороться. Потому что есть время и возможности. В принципе, меня это не парит. Бои проходят очень быстро. Так, теперь мы переходим с вами в божественное испытание. Так, там добавили новый артефакт. В общем, проходите 34-ю вроде как главу. Этот артефакт вы сможете получить. Да, вот они, божественные испытания. Надо будет также одноименное проходить. Я сегодня пройду. Здесь, в принципе, все бафы у нас там на русский переведены. То есть, переводить ничего не надо. Покажу самый лучший, наверное, выбор для меня. С учетом моих героев. Но вы будете проходить это все постепенно. Друзья, не парьтесь, что вы пройти не можете. То есть, вы будете подкачиваться. И, допустим, какое-то божественное испытание вы прошли сначала там, я не знаю, на 20 очков, да. Вот здесь вот по шкале заполнения. Потом вы еще подкачались, прошли уже полностью на 36. А кто-то, может быть, закроет и на все там 48 или больше. Так что тут париться не надо. И давайте посмотрим этот новый эксклюзивный артефакт для магов. Что он дает? Крылатый страж он называется. Дает, короче, он ускорение. Двоечку, атаку и хп 7%. Ну, в принципе, все, что надо магу. И что этот артефакт делает? Это написано, что когда владелец этого артефакта получает урон от вражеского героя в первый раз, он кройдет регенерацию и здоровье и восстановление энергии у атакующего в течение 5 секунд. Это, кстати, знаете, как может круто повлиять на вашего героя? То есть, если у вас, допустим, есть Альна, вы можете Айнза поставить с Альной в первый ряд, позади поставить Рована. Айнз будет очень быстро набирать энергию за счет того, что он атакует, его атакует. Плюс Рован даст ему баночку. И на Айнзе будет стоять еще книжка на быстрый набор энергии и на быструю ульту, да? Вот. А Альна будет давать неуязвимость, если она у вас прокачана. И таким образом этот Айнз просто будет убивать и уничтожать. Как вариант, можно вот такую пачку собрать с этим артефактом. Но это просто первые мысли, друзья. Так что посмотрим, где его можно будет использовать. Ну, по крайней мере, его точно можно будет поставить, допустим, на Шимиру, потому что у нее от процента здоровья больше ульта наносит урона. То есть, мы будем еще больше наносить урона, допустим, на той же самой Неморе. Хотя туда сейчас ставят вот эту Морель, новую магичку из фракции Небесных, а также с Криата. Но Морель не у всех есть, к сожалению. Но, в принципе, артефакт прикольный. И потом, когда вы его прокачиваете на 3 звезды, он уже дает 7 секунд. Вот этой вот кражи здоровья и энергии. Ну, в принципе, класс. Класс, друзья. Мне это нравится. Сегодня тоже пройду. Видео выйдет на моем канале. И также скоро в времени еще появится новое ЧП, которое мы будем проходить. Ну, и напоследок, что я хотел сегодня сделать. Это в этом видео, наверное, попробовать поймать последнюю копию Пипы. Хотя у меня есть вот такой вот вопрос. К себе, наверное, больше, а не к вам. Стоит ли, допустим, этот сундук открыть и взять здесь Пипу? Потому что многие герои у меня собраны. Да, наверное, я так и сделаю, друзья. Потому что всех я собрал. А Пипа как раз-таки последняя копия у меня висит. Давайте мы белочку мою прокачаем. Это очень крутой герой. Всем советую к прокачке. Да, я думаю, вы уже не первый раз от меня это слышите. И то, что я ее прокачал, меня очень сильно радует. Вот она, Пипа. Теперь осталось прокачать Раку, Респина. Это тоже очень нужные герои. Я думаю, даже в битве к Рою вы понимаете, что Респин может так же, как и Аталия, высекать того же самого Айнза. Если вы поставите напротив друг друга этих героев. Ну, и Раку тоже там отличается своим дополнительным уроном. Так, и тогда что еще у меня остается здесь? Вот этот вот сундук новый. Пеги у меня собраны, Пипа собраны, Ровен собран. Флора, по-моему, там не хватает копий, но нужен также Раку. Давайте посмотрим. Да, на Флору надо еще много копий. То есть, от этой копии, наверное, будет мне ни холодно, ни тепло. Может быть, лучше Раку. Тем более, Раку у меня всего 2 копии. То есть, еще одну копию поймать и можно уже прокачать на Мифик+. И Респин тоже у меня 3 копии, да? То есть, Респин, в принципе, ближайший герой по прокачке. Но Раку больше еще заходят на фармбоссов. Ну, просто дорого, да, дорого, в принципе, Флору копить. Нет, друзья, я, наверное, возьму Флору, потому что Флора, она будет дороже. Вот, и одна копия лишней точно никогда не будет. И вот этот сундук у меня еще до сих пор висит. Можно, в принципе, и отсюда тоже взять Раку. Или того же самого Респина. И одного Респина, допустим, поймать вот отсюда за 3 косаря. Давайте мы так и сделаем. Или Раку тоже ловить будем. Я не знаю. Я, короче, пока подожду. Подумаю, потому что... Или все-таки Раку. Ну-ка, подождите. Очень меня как-то подманивает Респин. Тем более осталось-то 2 копии. Нет, я уравняю, наверное, позиции. То есть, я, наверное, буду ловить все-таки Раку. Давайте Раку поймаем. И на этом мы видео с вами будем заканчивать. Ну, давай, упади, дружочек. Дружочек упал. Спасибо. Спасибо. И откроем также в лес. Потому что мне надо там много героев. Тут падает Ульмус. Друзья, это просто счастье. Деревяшка, уже 2 копии. Ну, пойдет на корм. Я его не качаю. Хотя герой неплохой. Ну, на максималочках только, если его прокачивать 9 из 9 и плюс 30. Но у этого героя мало кто так прокачает. Ну, и откроем тогда тот сундук на Раку. Потому что, ну, хороший герой Раку. И надо его прокачивать. Все, Раку взяли. У меня теперь 4 копии. Можно качать на Мифик Плюс. Это меня очень сильно радует, друзья. Надеюсь, вы за меня также рады. На этой ноте мы с вами прощаемся. Но ненадолго. То есть, сегодня выйдет очень много видосов. Будем все проходить. Все буду вам показывать. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что поддерживаете лайком, подпиской, колокольчиком, чтобы не пропускать новые видосы. Ну, и все полезные ссылки в данном описании этого видеоролика. Ну, и до скорых встреч. Обнял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok